Так, ну вот мы вступление прочитали, начнём, сегодня хочется разобрать первые пять стихов, подробненько, я сначала их полностью прочитаю, а потом по отдельности. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днём, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Итак, с первого стиха. В начале сотворил Бог небо и землю. Прежде сотворения, значит, не было неба и земли? Не было. Итак, в начале сотворил Бог небо и землю. То есть то, что привыкли мы сейчас вот видеть, да? И небо, и землю. То есть этого не было. Вот Павел пишет, да? Что он видел третье небо. Третье небо. Значит, получается, получается, во Вселенной-то оно было, а, видимо, на Земле не было. Небо на этой планете нашей, вот как бы. Скорее всего, да. Ну, я хотел сказать ещё, что вот нам этот текст ещё говорит о том, что, ну вот как некоторые утверждают, что всё произошло от большого взрыва там, или ещё прочее. Но этот текст конкретно чёрным по белому говорит, что Бог наш Творец, Он сотворил небо и землю, а никто другой. Именно Он. Давид нам пишет, Духом Святым, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. То есть получается, это Его милость. Сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Это ещё Его милость. Евреям 11.3 Верую познаём, что веки устроены Словом Божьим, так, что из невидимого произошло видимое. Вот нам ещё свидетель один, да, что Бог сотворил, что мы верую познаём, что веки устроены Словом Божьим. Из невидимого произошло видимое. Вот сегодня и про третье небо сказали, и про второе небо. Вот из невидимого произошло видимое. И вот каждое слово разберём дословно, что оно означает с древнего перевода. Итак, начало. В начале слово означает начало, начаток, лучшая часть, первый, да. Ещё смотрите, какие однокоренные слова интересные. Голова, краеугольный, первый. Что здесь можно увидеть в одном слове только в начале? Оля, вот посмотри, вот здесь был сейчас, и эта сестричка затронула вопрос, что о трёх небесах, да. Тогда стоит, наверное, рассмотреть, что это за небеса, первое, второе и третье. Хорошо, поделитесь. Когда я летела в самолёте, вот в небесах, и под низом, да, волны, тучи, и над самолётом опять небо. А я вот лечу и думаю, вот первое внизу, то, что мы с земли видим, второе, вот я уже здесь вижу через иллюминатор. А вот там над реки Господь живёт, и престол его там. Да, аминь. Ну, это не совсем верно. А почему? Так, интересно. Первое небо – это наша атмосфера, второе небо – это космос, который окружает нашу землю, а третье небо – это где обитает Бог. Помните, как у апостола Павла был вознесён, когда он до третьего неба-то, только он там пишет в теле, не знаю, ну, в духе, вот он точно, наверное, был. Да, в духе. Поэтому, может быть, это духовный мир? Там, где Бог, конечно, мы же его не видим. Начало же от Бога. Да. А Бог сказал, Бог – слово. Дух – начало. Бог – слово, дух. Вот это начало, первый начаток, голова. Коль, ну раз, наверное, что он всю Вселенную держит в руке, значит, он выше Вселенной? Ой. Можно мысль, интересно. Ещё такой момент. Если он говорит «голова», да, то получается, это воплощение мысли Бога произошло. Ну, голова, да? Вот он подумал, и получилось. Ну, если, значит, как бы из него, да, и шло это. Ну, это так, образно говоря. Ну, то есть, плод мысли, да, как бы, ну, если голова, мысли воплотились в жизнь. А ещё у меня сразу вспоминается, голова по Писанию там написано, что пророк – это голова, а лже-пророк – это хвост. Вот, чтобы мы были не хвостом, а головой. А ещё голова Церкви – это Христос. Он и голова, получается. Голова Вселенной. Да, голова всей Вселенной, да, как мы сегодня уже про третий. И ещё он краеугольный камень, да, получается, краеугольный тоже однокоренное. То есть он, получается, и вверх, и низ, да, то есть, получается, и голова, и основание внизу. То есть всё на нём, им, всё им, на нём, и всё существует – сотворить, создавать. В одном этом слове уже Евангелие, вначале. Я вот сегодня задумалась об этом. Думаю, вот еврею скажи Аллахим, и он сразу прекрасно понимает, какой Бог, да? Ему скажи вот это «вначале сотворил», и он сразу понимает, у него сразу в голове всё включается. А мы часто пропускаем «вначале», ну вот «вначале». Что ещё можно вытянуть с этого слова? Ну вот 1 Иоанна же, 1 стих тоже написано. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и всё через него начало быть. Без него ничто не начало быть, что начало быть». И вот везде начало написано, слово «начало». Аминь. Начало и Бог. Да, вот ещё. И всё им, и всё для него, и всё к нему. Вот это начало и конец можно. Итак, вот в этом «слово начало» нам есть указание. Вот в Иоанна 1, 1, 5, да, что сейчас прочитала Оля. «Вначале было слово». Вот оно, вначале. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. «В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот всё Евангелие в этом слове. Итак, это об Иисусе говорится. Он есть слово, и Он был от начала, и всё им. Он есть свет. В нём жизнь, вот эта жизнь, которую мы сейчас будем видеть. И его жизнь была свет человеков. Его жизнь — свет. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Здесь ещё можно что сказать? Слово — это семя. Семя мы знаем, Христос, да, которое упало в землю, умерло и проросло. Вначале как раз здесь указано о Иисусе, что Он вот это семя, в нём жизнь, свет, сила, и всё им сотворено. Итак, всё вначале — это Он. Голова. Неемия, 9 глава, 6 стих. А потом, кто-то найдите, Евреев, 32, 17. А потом Ивана 1, 1 уже говорили, да? И есть ещё Деяние, 17, 24, и Евреев, 1, 10, и 11, 3. Вот эти все ссылки, что даны на первый стих. Вот я читаю в Неемии, 9, 6, да? «И сказал Эздра, Ты, Господи, един, Ты создал небо, Небеса небес, И всё воинство их, Землю и всё, что на ней, Моря и всё, что в них, И ты живёшь, И ты живёшь всё это, И небесные воинства тебе поклоняются». Не все, наверное, прославляют Бога как Творца. Иеремии, 32, 17. «О, Господи Божий, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простёртую мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного». Вот всемогущество Господа здесь тоже видно. «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в ракутворённых храмах живёт. Но можно и далее, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду. Сам дал всему жизнь и дыхание, и всё». Аминь. Аминь. Вот оно дыхание, вот оно жизнь. И тоже здесь он показан как Бог-творец, всемогущий творец. Ну, те же слова, вот всё и что в нём. Как вот Иоанна 1.1 тоже, в принципе, Христос. Потом оно отсылает нас к евреям 1.10 и евреям 11.3. 1.10 читаю. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих». 11.3 «Верую, познаём, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Вот нету иного творца и иного действия во Вселенной, чтобы, ну вот как по Дарвину, да, эволюция, это же вообще, ну и нету иного. Только Господь, Бог, творец и Вседержитель. Вот здесь, в этих стихах, да, вот весть первого ангела раскрывается вся, правда? Да. Здесь написано и Словом Божьим тоже. А Слово Божье у нас кто? Христос. Да, я тоже здесь увидела весть первого ангела. И весть третьего ангела, она будет звучать, когда первые две исполнится, да? Поэтому нам очень важно понять вечное Евангелие и далее убояться и воздать Ему славу. как бы не исполнится, а примется. Только тот примет, наверное, третью весть, который уразумеет первых две, да? Да. Исполнится — это когда уже вот это будет происходить, ну, начертание, потом терпение святых, которые исполняют заповеди Божьи. То есть вот это всё будет, когда нами примется и в нас вот это как бы исполнится, вот это вот вечное Евангелие, понимание полностью, понимание силу Божью, когда вот мы обращаем внимание на Его творение, да? То есть вот на Него мы можем Ему довериться и на Него положиться. То есть Он силён. Хотя невидимый, вот, но Он для нас будет реально видимый. Вот, как вот это из невидимого сейчас мы будем созерцать как бы невидимо, как Он творил, да, видимое. Да, да, совершенно верно. Вот, поэтому вот очень важное, раз идёт эта весть, и тем более в последнее время вообще мы об этом много слышим и думаем, значит Господь хочет вот это вот в нас ещё расширить, не просто как знание, да, а как откровение, ну, как уже часть наша. Вот, потому что когда это происходит, Его сила вот уже в нас, то есть силою оно в нас, вот оно происходит в нас, да, и сила Божия, вот как вот Он парил, вот дальше мы будем читать, да, Дух Божий, так вот в нас вот это вот вот как парит вот над Его вот этим откровением, словом, и сила происходит, да, вот это Божие из нас, ну, как в нас производит вот эту веру, веру Иисуса, вот, как в Третьей Вести. Да, если вот мы уразумеем вот это могущество, величие Божье, да, и каждой клеточкой нашего разума и тела, вот с самого вот этого первого стиха, и потому что, ну, нет иного Творца и Бога, нет иного, только Он, Отец, Сын и Дух Святой. Так, можем дальше, да, тогда пойти? Или ещё что-то у кого-то есть добавить? Итак, вначале сотворил Бог небо и землю, творить, сотворить, создавать, то есть создал, да, ещё это слово означает вырезать, расчищать, и мне вот нравится ещё, ну, Бора творить и что-то новое или необычное, то есть получается невидимое, оно нами, конечно, невидимо, но невидимое же все видели во Вселенной, а это видимое что-то необычное, да, оно вроде как то, что невидимое, но необычное, вот, что-то в этом такое вот не только вот для нас, а вот ещё и для всей Вселенной, ну, здесь тоже сотворил, то есть это сила Его, мудрость Его, этой же силой Он в нас творит, да, и вот когда мы будем сейчас наблюдать, творил всё, мы не будем сомневаться, что эту же силу Он и в нас сотворит, да, что Бог, Он имеет эту силу творческую, свою мудрость, и вообще это Иисус Христос, слава Господу, всё о нём, следующее слово, сотворил Бог, Бог здесь означает Элохим, то есть как раз здесь уже заложено Троица, да, Элохим, множественное число, Господь Бог Израиля, ещё Эль, слово Сила, и смотрите, интересно, ещё однокоренные слова Илья, ещё Елисей, это однокоренные слова от слова Бога. Тогда что слово Илья обозначает? Интересно. Помните на кресте, когда Иисус висел? Эли, Эли, лама Савахда. Да, и подумали фарисеи-книжники, что Он Илью зовёт, да, а на самом деле Он же к Богу обращался, к Отцу. А вот интересно, да, значит, слово название вот это Илья, оно уже, наверное, Бог означает, что ли? Это однокоренное слово, однокоренное. И смотрите, и Елисей, не просто же так, да, Илья же, Елисей, тоже нам какая-то весть в этом, да, для размышления. Илия, в духе Ильи будут, в духе Ильи Иоанн Креститель был перед приходом Иисуса Христа, да, и так же в духе Ильи будут те, которые ожидают второго пришествия Господа, да, на небесах. То есть, это значит, Бог в них отразится. Ну, так же можно сказать, но Бог однокоренное, да, то есть, Бог в них. Вот этот Творец безначальный, бесконечный в человеке, в творении. Получается, посланники они, они Божьи, да? Угу. В Писании же говорится, вы Боги, это на тех, которые, да, у которых Слово Божье. Ну, с маленькой буквы, уж я имею в виду, не Боги, ну, правильно, так Писание говорит. Вот, то есть, важно не мы Боги, а важно, что Слово, Слово, которое в нас, Слово, вот, оно Божественное. Тут такое могущество, то есть, смотрите, оно бывает, ну, я имею в виду от сегодняшней темы, что если люди же много говорят, да, могут даже и Слово говорить, а силы-то нету, вот о чём Павел говорил, да, я, говорит, приду и посмотрю силу у вас, вот эта сила, хотя мы Слово, как бы, многие знаем, да, а вот сила, которая творческая, вот, через это Слово, вот это уже то, что Господь, вот, желает в нас сделать, чтобы Слово, вот, как Иисус, Он говорил же, как власть имеющий, да, и когда Он говорил, кто-то начинал Его ненавидеть, а кто-то любить, любить Бога, любить Его, любить весть, то есть, это как Слово просеивания, что ли, вот когда с властью, с силою, и в принципе, Илья, он тоже весь же такую нес, да, Израилю, он говорил, хватит хромать вам на оба колена, да, на оба колена, если Бог ваш есть Бог, да, то Ему поклоняйтесь, а если Ваал, то Ему, то есть, получается, они поклонялись Ваалу, а называли, что они Богу поклоняются, это, это Божий народ, это не, не язычники, вот, и Илья, Илья как раз был помазан на это, то есть, вот в нем было Слово, и он это Слово говорил с силою, что они обличались и каялись, и потом уже пророков даже убили, да, то есть, развлечение пришло, вот эта сила пришла, то есть, вот в духе и силе Ильи, это, вот эта сила творческого Слова, то есть, оно понято, как оно есть, и имеет вот эту силу от Господа, как помазание Духа Святого, да, как масло. И в свое время, получается, Господь его привел, в полноту времени, поэтому сотворил Бог, вот сила, Эль, означает Эль, сила, значит, вот сила вести трехангельской, она тоже вот сокрыта, ну, в Боге, в Слове, и вот через Дух Ильи, получается, что Бог, ну, Бог и однокоренное Илья, то есть, что-то здесь вот как одно, как слияние, как эхо, сказал Бог, и дважды услышал я, то есть, Бог сказал, Илья сказал, да, Бог молчит, Илья молчит, тут даже ничего своего, да, получается, просто Господь действует, вот реально сосуд, сосуд, то есть, храм Бога Живого, храм Духа Святого, вот этот Дух Святой, Бог, который вот все сотворил, своей силой, как вот мы, Господь хочет наше, вот это невидимое, ну, чтобы мы, так расширил наше духовное зрение, да, чтобы мы вот невидимое увидели, вот как бы шире увидели, если Павел был взят Духом на третье небо, то есть, он даже сам не мог описать точно, да, как то ли в Духе, или, да, вот, ну, был он на третьем небе, теле, вне тела, не знаю, Бог знает. Да, Бог знает, да, как. Им уже было все разъяснено, и он в силе проповедовал. А, Илия тоже вознесен живым. Получается, он посланник неба, он видел, что на небе, так как и Павел, посланник неба. Павел говорил, что он слушал слова неизреченные, ну, которые человеком нельзя пересказать. Угу. Но, однако, понимание же, ум, ум Христов, ум обновленный, вот, голова, голова, а не хвост. А основание у него было, краеугольный камень, да, то есть, у всех апостолов, у церкви, основание Христос. На одном основании все строили. Поэтому, вот этот в духе и силе Ильи, это сила неба, это сила Божья. И вот эта трехангельская весть, она должна провозглашаться в силе Божьей, потому что мы её слышим, мы её видим, ну, как бы, видим, в смысле, читаем глазами в Слове Божьем. и сила должна быть. Интересно, сотворил Бог. И вот всё указывает на Его творческую силу. И Илья про образ, как мы. Он же написан, он такой, как мы, но имел весь небо. Ангелы откуда? Посреди неба же, да, написано, ангел. Ангелы не проповедуют же, если мы про Корнилия вспомним, да, кто весть принёс ему о спасении? Ангел пришёл, сказал ему, чтобы он послал за Петром. То есть вестник Пётр Евангелие. Господь выбрал людей говорить Евангелие. И вот этот ангел посреди неба, да, это вестники, весть этого ангела, вестники. И это вот в духе Ильи. Опять же на небо указывает, да, опять на Божье, на Бога. Ещё мы можем что-нибудь отсюда выжить? Какие мысли? Делитесь, пожалуйста. А смотрите, ещё здесь стоит однокоренное Бог Вифиля. Ой, здесь ещё, видите, сила-то, сила означает и Эл-Лохим Бог, то есть Отец, Сын и Дух Святой здесь. Сотворил, вначале сотворил Бог. И вот Бог Вифиля. В Вифили ещё был жертвенник. Жертвенник был Вифили. Безымянный пророк здесь, который провозглашал. Оля, это Бытие 35, когда благословила Якова в Вифили Бог. Ага. Сказал он ему, встань и пойди в Вифили, живи там и устрои там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И устроил он там жертвенник и назвал это место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. Бытие 35, 1, ну тут все об этом, и 7 стих, где жертвенник он сказал устроить. Явился ему там Бог. Да. Вот, Эль, вот Эль-Вифиль, то есть это вот как раз Бог Вифиля, да? Явился там Бог. Так вот тут еще и жертвенник, видите? У нас там жертвенник, явился ему Бог, написано еще говорил он Бог. и говорил ему Бог. Вот, жертвенник Богу. Там, где Бог, Эль, сила его, да? Бог сильный, всемогущий, и он говорит. Ну, имя Израиля он ему здесь дал в этой главе. Вот, Господь Бог Израиля, Эль. Вот, Господь Бог Израиля. Это вот однокоренные слова Бог. Господь Бог Израиля. Это ж надо, все в нем заложено уже. И вот и нарек Иаков имя, месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. Все, говорил, везде как бы слово изречения, да, Тут явно не молчит Бог. Ну, если про человека взять, то есть тут Господь сказал, вот, творит, да, все, сотворил Бог. мы еще даже не дошли до слова сказал, то уже здесь говорится все про слово, то есть оно в нем. Отец Сын и Дух Святой, Отец Слово и Дух Святой, да? Да, Аминь. Уже в нем. Дальше небо, ну, небеса, небо и земля. С неба нам льется дождь. земля это земля прах, да, ну, земля. С сухой земли не слепишь же, ничего не слепишь, вот, и просто из воды тоже. Вот здесь мудрость Божья, да, что вода и земля, и в результате он вот сотворил Адама, как это материал, то есть в начале материал для творения. Ну, сотворил для того, чтобы из этого материала еще сотворить. Как будто из чего-то выводит что-то. Вот творит и из этого еще творит, и из этого еще творит. Как изнутри у меня такое представление. Как будто ну, из невидимого. Да, из невидимого видимое. Становится видим. Дальше идём. Ну и так немножко. Семена Слова поливает. То есть дождь, небо поливают семена Слова. Вначале Бог, и всё это в нём заложено, в нём. Второй стих. Да, переходим. Земля же была безвидна и пуста, И тьма над бездною, И дух Божий носился над водою. Земля же была, материал, вот земля сотворённая, Была безвидна и пуста, да? Ну да, не было же ещё ни морей, ни рек. Безвидна и пуста. Это пустота, опустошённость, пустыня. И тьма над бездною. То есть тьма, да. Мрак, тьма, над. Вот слово интересное — над. Смотрите, как оно широко тоже открывает. Над. Впереди. Перед. Против. По причине. Согласно с. Сверх. Около. Возле. Подле. И однокоренные. Разрушения. Маэль. Верхний. Это однокоренные означают. Поднимание вверх. Восхождение. Возвышенность. Высота. Всесожжение. И Ильи. Вот там Илья. Здесь Ильи. Ильи, Ильи. Иисус говорил Ильи. А народу послышалось Илья. Илью зовёт. А он говорил Ильи. То есть Вышний, да. Как восхожу. А если вот в контексте над бездною. То есть и тьма над бездною. Это как из бездны, как поднимание вверх, как восхождение, возвышенность, всесожжение. Вот всесожжение – это тоже как поднимание вверх. А ещё означает горница, где ученики пребывали и ожидали дня Пятидесятницы, излития Духа Святого. Они были где? В горнице. Это означает вот как раз над бездною. То есть как на высоте, поднимание вверх, всесожжение, высота Ильи. Ну, мы можем предположить, что тьма, это же ещё света не было. Стало быть, планеты ещё не были сотворённые. То есть это вот, ну, тьма – это как, можно подразумевать, небо, а бездна – это Земля, да? Не знаю, я вот вижу просто тьма – это мрак. Ну, просто ничего не видно. Просто не видно, и всё. Ну, вот если вот космос посмотреть, он без звёзд, то это тоже мрак будет. Ага. Но он типа… Света не будет. Ну, он есть, да? Ага. То есть здесь мы видим полностью всю картину от начала, вот, начальные пылинки Вселенной, да, где-то написано в псалмах, по-моему. Как вот это всё созидалось, как это всё творилось. Все небожители, вот, они всё это наблюдали. И тут действительно, если мы представим своим земным умом, да, как это всё, действительно, это только восхищение могуществом Бога, как из ничего появилась эта безвидная земля, да, и небо, тьма. И как потом появились светилы. И как появились светилы. Из этого опять, из этого. И мы тоже можем сейчас представлять это творение, как всё это происходило. И здесь что? Здесь могущество Божье. Мы только, ну, здесь восхищение Господом, да, как Он всё это делал, всё это творил. Здесь глубина и высота, и широта, и долгота, да, и вся полнота Божья. Вот, вот, в его творении. Интересно, над, да? То есть как будто из, выводит в высоту. Он как будто из низины, как в высоту выводит. Можно сказать. Да, конечно, вы включите микрофон, говорите, рассуждайте. Ну, я включил, включил. Я как-то уже давно-давно-давно смотрел по телевизору. И по телевизору там была такая программа по астрономии. И учёные засекли, как образовывалась планета. Это было так замечательно. И я вот это, когда посмотрел, я думаю, как здорово. А вот доказательство, что не из-за взрыва, а вот как всё происходит. Вот показывали, была чернота, потом появился какой-то туман, потом этот туман становился всё гуще, потом появилось такое облако, оно стало темнеть, 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 а потом раз, и посередине этого облака взрыв, вспышка такая, и появилась планета. Это вот было так здорово. И это вот учёные засекли вот этот эпизод зарождения планеты, как планета рождается. Наверное, это как свет, как вспышка света. Да, 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 да. И вот смотрите ещё здесь. Значит, получается, горница, то есть и тьма над бездной. То есть ещё однокоренные слова. То есть получается, это слово над, там идёт два раза написано. Вот в оригинале написано два раза слово это над. И второе значение. Перед лицом пенуэл лицо внутрь. Как это? Слава Бога облекать всё в тайну, а слава царей разгадывать эти тайны. Вот мы сейчас пытаемся с помощью Духа Святого, чтобы наш ум хотя бы немножечко представил эту творческую силу Божью. Удивительно. И причём эта творческая сила Божия, она так явно видна нам уже. Духовная, получается, в этом же тоже так же заложена. То есть точно так же Он творит наше духовное. То есть рождение свыше, Христа в нас, всё вот так же, Слово в нас, да? Да, да, да. Бытие 32, 30. И нарёк Иаков имя, место тому, месту тому, пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Аминь. Вот лицом к лицу, да. Пред лицом. Я видел Бога. Дальше. Над бездною. Бездна. И Дух Божий. Дух. Ветер, дуновение, воздух, дыхание. Однокоренные, нюхать. Руах, дух, запах. Тоже здесь и тайное, духовное, сокрыто Божье. Потом видимое, как он из невидимого делает видимое. И плюс духовное на данный момент нам, да, открывается. Дух, ветер, дуновение. То есть это немного нам, ну, показывает образ Духа Божьего. Об этом же мало сказано, но вот, по крайней мере, что это как ветер. Мы же можем иметь понимание, да, что ветер, он может прийти откуда, откуда мы не знаем, да и уйти тоже. Он дышит где хочет, да, написано. Как ветер. То есть он как бы и везде, и в то же время где-то как усиление как будто, да. Вот, дуновение. То есть это как будто что-то, есть ветер что-то сильное, а есть дуновение такое, что-то мягкое. Воздух, которым мы дышим. Дыхание. Нюхать. То есть, получается, этот воздух дышать, это когда Бог вдохнул в Адама, да, жизнь свою в ноздри его, да, он стал дышать, нюхать, обонять, да, то есть у него вот этот интересный, это же запах, дух означает запах, то есть вот ароматы благоухания, это же благоухание, это, что это значит? Христос в нас. Дух Святой в нас. Вот. Дух Божий в нас, да. А когда мы своё что-то включаем, там уже получается не запах, а наоборот. Носился. Носился. То есть дрожать, трепетать, сотрясаться, парить, носиться. Дух Божий носился. Итак, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Вот. Да. Есть несколько переводов, сирийский перевод, и ещё несколько переводов говорят, что «носился» — это как вот примерно как орёл над птенцами, над гнездом, то есть берегая, защищая, ну как родитель, да, получается. И ещё понятие «носился», то есть там именно как «двигался созидая», то есть тут именно творческий акт открывается у Бога. И вообще в «Подлинники», вот у меня сестра переводила Вагонера, он «Вечная Евангелие», книга, которую читаем, там вообще она увидела слово «ополдотворял», то есть он «ополдотворял землю», то есть делал её способной плодоносить, то есть как бы вдыхал в неё жизнь. То есть жизнь, она вдохновлена вообще во всё живое, да, это всё от Бога, да, то есть Бог даёт жизнь всему живому. И поэтому земля может плодоносить, поэтому земля может как-то жить, двигаться, то есть это всё благодаря Богу. Бог вдыхает вот ежесекундно эту жизнь каждого, то есть мы живём благодаря Богу, благодаря тому, что Он даёт нам способность жить, да, то есть мы благодаря Ему живём. Ну такой смысл. То есть делал живой, землю живой. Он сделал землю живой. Такой смысл там. Вот я ещё забила в интернете, искала там кое-что, и у меня вышло семя, когда оно проросшее, это семя оплодотворённое. То есть когда вот оно просто семя, оно же просто семя, да? Ну, оно вроде всё в нём есть, но оно же, ростка в нём нет, и вот когда оно получается оплодотворённое, то есть оно всё получило, что нужно для жизни, да, жизнь эту получила, оно прорастает. То есть вот эта сила, которая заложена внутри, оно становится явно, ну как видимо, да? А ещё у меня такое вот представление, что вот парил, парить. У меня вот такое представление, это с голубем. Дух Божий засравнивается нам с голубем, прообраз голубя. И если мы понаблюдаем, не просто же так этот прообраз, да, как голубь он парит. Он как бы зависает в воздухе, и как будто дрожит крылышками своими, и как бы переворачивается, такой, как сотрясается, вот здесь слово тоже это-то, как бы переворачивается, опять парит, 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 опять переворачивается. Вот как бы вот так вот он как зависает, вот так вот дрожит в воздухе. Ну, в принципе, народ Божий Господь сравнивает, как птица собирает птенцо под крыло своё. Есть такое сравнение. Просто так аккуратно хочется вот здесь говорить, по слову, да, как Елена Вайт говорит, на цыпочка. Вот, аккуратно, чтобы нас... Вот так он, получается, пребывал, носился, дрожал, трепетал, сотрясался и давал жизнь. Как оплодотворяет, да? Да, даёт жизнь, как оплодотворить, это как жизнь дать, да? И Псалом 135, 6 «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его». Итак, землю утвердил на водах, ибо вовек милость его. То есть в этом милость его, да? И, видите, тут вверх, да, написано? Как бы он поднимает, как бы из этого, над этим делает. Да, отделил, как бы над. Вот такие вот слова здесь, как вот из этого вывел, как бы поднял. Слово «вывел» даже ещё. Вывел народ свой, да? Тоже вот откуда-то вывел. То есть вот туда, на высоту. Вот он всё выводит нас, и, конечно, его вывести-то нас на Сион, да? То есть поднять нас. Соделать так. И вот он, получается, тоже сейчас, как Дух Божий, он вот над бездною, над водою, как вот над нами, да? Чтобы нас вот вывести, поднять всесожжение, вот это, поднять нас. Ну, тут просто, тут, по всей видимости, здесь тема-то глубокая очень сильно. Тут, как бы, двумя словами-то не обойдёшься. Поэтому, поэтому, ну, хотелось бы тут подольше, как бы, потому что это же, ну, это, как говорится, азы. И, ну, вот, как бы, вот первый стих «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот что я здесь увидел? Что, ну, Бог, Он безначальный, то есть Он не нуждается, Он несотворённый, Он творец всего. И Он всему даёт начало. То есть Он творит никакие там ни эволюции, ни взрывы. Тут это всё, это, как бы, ну, здесь вот отпадает. Здесь мы, вот, и дальше вот идёт уже, как бы, вот, ну, весь процесс творения, когда, как бы, из невидимого происходит видимое, всё становится ясно и понятно, всё получает свой смысл, всё получает свою форму, и всё это от Бога, и им сотворено, и для Него, и для Его славы. Вот. Ну, как бы, вот, два стиха вот так вот можем было бы, наверное. А я ещё вот так вот добавлю. Обычно, когда мы, ну, мы видим в Писании, что когда Господь даёт, например, какую-то главу, Он в самом начале забивает гвоздь. Вот. И потом идёт, из этого ещё, ещё больше, открывается, открывается. Вот так же получается, возможно, переводы. Вот оно слово, а оно же, вот этот перевод, это же древний, это вот как раз, и... Это вот, ну, можно так вот простыми словами сказать, это как вот, ну, копание колодца. Ты пробиваешься, пробиваешься, там, бывает, грунт тяжёлый, там где-то даже камень. Идёт долгий процесс, но потом, вот это приходит радость, когда вот этот первый, ты видишь, как мокреет земля, как начинает пробиваться вода, и потом открывается этот источник. Вот. И этот источник, это жизнь, это вот Христос. Вот как бы нам надо научиться копать, копать, потому что Писание говорит, что надо докопаться до этого основания, которое есть Иисус Христос. И уже на этом основании мы можем что-то строить, свои какие-то дальнейшие выводы, да, и вообще всё, своё мировоззрение мы должны строить на Иисусе Христе. И если в каждом из нас будет вот этот твёрдый стержень, каждый вот докопается, ну, сам лично докопается, то уже лукавый, уже не будет иметь в нём места, ему не будет, не найдётся ему в нём место, не будет он иметь части в нём, потому что в этом человеке откроется истина. Вот. Это жизнь. Это Иисус Христос. Слава Господу. Да, слава Господу. Потому что потом, когда мы читаем дальше Писание, да, оно начинает в уме как бы вспышки такие. А, это вот здесь. Так это же всё в бытие. Так это же всё вот там заложено уже. То есть как бы из вот этого невидимого потом Господь уже видимое больше, больше, больше нам открывает. И в конце концов уже в Новом Завете конкретно уже нам. то есть вот опять же получается, как прогрессирует вот эта сила Божья. Она вот, она постоянно вот что-то творит. Как бы вот эту силу его вот видно, что она в начале-то всё, вот оно в слове, начало уже здесь. И далее все местописания, вся Библия, она вот, по сути, это вот бытие первая глава, это вот этот забитый гвоздь. А дальше идёт уже из этого опять высота какая-то, ну опять что-то видимое, да, нам. И вот эта мудрость его бесконечная. Сразу его включила Вагнера. Он написал, мы имеем искупление во Христе, потому что в нём было создано всё. Таким образом, мы видим, что сила искупления есть сила творения. Дело искупления действительно есть ничто иное, как творение. Это цельное, это оно одно целое. Да, да. И если мы видим, вот копаемся, вот каждое вот, как бы хотим, вот жаждем вот это, чтобы Господь вот открыл на то, что духовно Он делает. То есть Его же вот это творение, как Он сотворил, вот нам показывает, в то же время мы понимаем, с какой силой наше искупление происходит. То есть оно вот неотъемлемое. Поэтому, когда копаешь, почему мне вот эти слова, они мне прям как бы переносят, что вот в этом заложено то, в чём мы сейчас живём и будущее наше. Вот в этих всех вот буквально двух даже стихах. «И сказал Бог, да будет свет, третий стих, вот, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот здесь интересно, да, что и сказал Бог, и появился свет, но ни Луны, ни Солнца ещё не было. И вот интересно, откуда взялся тогда этот свет? Была тьма, и тут раз, и появился свет. Должен же быть, если свет всегда должен быть источник света, А вот смотрите, там Исаии, оно отсылает нас на Исаии 45, 7. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю всё это». То есть без воли Божи ничего не делается. И вот этот вот вопрос, что нет света, да, и появляется свет, да, то есть источник, где он, да? Нам хочется его увидеть, и сказал Бог. Наверное, свет, ну, так вот, в слове, слово, вот источник, Бог есть свет. вот, наверное, этот источник как раз и даёт, да будет свет и стал свет. Второе Коринфян, оно нам ещё посылает по этому стиху, на второе Коринфян, 4, 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». Он повелел и, как пишет, сказал и стал у себя в украинский. Он сказал слово, и оно, оно, это слово сразу делает действие, да, то, что он сказал. И вот смотрите, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Уже на духовные переносит, видите? Бог есть этот свет. Кто сказал? Бог сказал, свет воссиял. Кто озаряет наши сердца? Господь, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть всё в нём существует движется, живёт, да, Иисусе Христе. Да, в нём источник, он свет, да. Вот сейчас вот как раз вот Наташа и упомянула слово «Слава Божия». Вот я думаю, что вот как раз «Слава Божия» и осветила землю. Да. Источник от Бога. Он источник. Понимаешь? Вот. Вот смотрите, здесь вот слово «И сказал». Что это слово? Здесь вот это слово, что оно означает? Вот для евреев, ну, еврейское слово, что оно означает? Сказать, говорить, быть сказанным, быть позванным, провозглашать, возвещать, заставлять, сказать, хвалиться, хвастаться. Вот это слово означает. Как бы, как бы, есть значения эти, немного, ни одного значения, да? Да, да. Оно как бы расширяет. Да. Получается, вот у нас же перевод ставится там какой-то, выбрали более одно, там подходящее, и вставили, да? Потому что не может же вот так вот в Библии описаться вот столько вот слов, да? Одно слово, вот столько слов, да? И вот, как вы говорите, непонятно будет, да, кому-то. Вот. А когда уже, ну, вот начинаешь сам вот копать, и что это слово именно означает? Вот это слово, которое вставлено, что оно ещё означает? Как бы выжили всё, вот и Исаия, и Коринфянам, да? Вот. Слава Божия, вот Иисус, ну, Слава Божия, источник света, да? И, ну, Иисус есть свет, как бы, Он источник, как бы, это тоже, да? Вот что это слово ещё означает? То есть оно, Он вот сказал, это как провозгласил, Он возвестил, вот, слово. Слово тоже однокоренное, слово, то есть сказал, слово сказал, это провозглашать, возвещать, и однокоренное означает слово, вот. Становиться, происходить, существовать, вот, да будет всё, сказал, ну, сказал, да будет, то есть уже существует. Дальше, свет. Ну, вот свет, смотрите, вот здесь, пятый стих, и назвал Бог свет днём, а тьму ночи. А здесь Библия трактует, вот уже, Бог свет назвал днём, а тьму ночи. Если вы ходите, говорит, во дне, то вы не спотыкаетесь, да? Да. А если во тьме, то спотыкаетесь и падаете, да? Вот, а здесь же, получается, сказал, сказал слово, да будет свет, это же вот, вот даже вот это слово, кажется, как будто противоположное, заставлять сказать, вот, оно вроде как бы, противоположное, я вот, например, здесь даже вижу, что это, как бы, параллельное, то есть это как противоположное, это как во мне, во мне, иногда получается, что как, вот, например, Еремия, ему было слово от Бога? Я вот думаю, что здесь нету ни одного слова, вот, которое, выкинуть, это, что-то здесь всё равно, каждое слово, это как послание какое-то, вот, заставлять сказать, то есть Еремия, ему было слово, он помните, говорил, ну, закрой уста, ну, там, не хотел говорить, да, но у него это слово, оно горело внутри, как огонь, да, что он не мог этот, огонь этот удержать, и он шёл и говорил, то есть вот это как заставлять сказать, ну, то есть не то, чтобы силой, а то, чтобы внутри вот это горит, вот это же, ну, желание, хотение от Господа, вот, хвалиться, это как моя сторона, да, то есть я хвалюсь этим, что Бог сказал там, ну, например, да, ну, то есть вот я как будто у меня почему-то представление вот есть вот в этих главах. А мы имя Господа хвалимся. Да, мы имя Господа хвалимся. И колесницами, конями, а мы... А его слово, а его имя слово, но тоже вот есть вот везде какое-то вот, всё равно, не просто слова, еврейские переводы-то, вот, не просто так. Вот, и ещё интересно вот про свет, да, смотрите, свет, рассвет, расцветать, а вот ещё интересное, урим означает, урим, однокоренное урим, а мы знаем урим и тумим, да, это у священника, у первого священника было, да, урим и тумим, и показывало от Господа это или нет. То есть, то есть вот свет урим показывало от Господа. Вот тоже же интересно. Вот это, вот это слово, да будет, вот свет означает ещё однокоренное урим. И второе Коринфянам 4,6, здесь тоже вот сноску у меня. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, повелевший, вот, кстати, это слово заставлять, видите, оно казалось противоположное, заставлять, сказать. Здесь это слово, смотрите, заиграло. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Вот так Он повелевает, то есть заставляет сказать, да, ну, повелевает. Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей. Вот и свет, и слава. Вот сегодня мы, да, как раз сейчас об этом и говорили. Вот получается, когда мы услышали какую-то интересную новость, то мы не можем её удержать, мы стараемся и поделиться со всеми знакомыми. Мы прям не можем в нас гореть, нужно сказать, нужно рассказать. Вот здесь точно так же. Да. Итак, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, смотрите, вот этой же силой, вот он сказал, да будет свет, да, вот, то есть заставил, ну, сказать, или как это, оно осуществилось, оно произошло, то есть оно не могло быть иначе, вот, дабы просветить нас познанием славы Божьей, то есть через это мы просвещаемся познанием славы Его, славы Божьей в лице Иисуса Христа. Потому что всё через Него, Он Слово, да? Познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот через лицо Иисуса Христа, кстати, мы сегодня тоже это слово, лицо там, познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Видите, тут даже каждое слово, вот оно уже как будто меня переносит на бытие, как бы уже быстрее. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Видите, «отделил». «Увидел Бог свет». Он же Его и так видел. Ну, вот так, да? Ну, всегда, когда что-нибудь сделаешь, всегда рассматриваешь, как оно выглядит, как оно получилось, хорошо или плохо. Вот. И вот Господь, когда сделал то, что Он сделал, Он тоже это рассмотрел и сделал вывод, что это не просто хорошо, а это очень и очень хорошо. Вот. Видите, как хорошо это слово здесь заиграло, рассматривать, да? Обозревать, рассматривать, узнавать, узнать тоже, знать, что Он хорош. Вот. Ну, это не говорит о том, что Бог не знал, что будет хорошо. Да, да. Он обозрел и сделал, и как бы поставил печать, да, что всё прекрасно. Да. Это знаете, какая печать? Ну, можно здесь ещё и сказать, Он ещё и любовался тем, что Он сделал. Да, да, вот-вот. Наслаждался, наслаждался. Да, да, да. Ага. Радовался тому, что Он сделал, да. Ещё тут быть видимым, вот, то есть, это видимое, и вот это показывать, вот показал даже, вот так можно сказать, вот явным стало. То, что было в нём, вот оно стало вот это вот видимое, да? И ещё вот печать, вот то, что его печать, я вот так себе представляю, что нечего добавить и нечего убавить. Всё совершенно. Всё совершенно. Как Он задумывал, то есть, так и получилось. То есть, из невидимого, то, что у Него только было в сознании, да, Он это всё сделал видимым и, ну, всех удивил, короче, да, вот, и сам обрадовался, ну, сам радовался, да, и все остальные ликовали. Вот когда мысль Божия, воплощается в жизнь, ну, мысль Божия, план Божий, также вот если на нас, да, у нас, а нас, у Бога тоже в голове какие-то есть планы, мечты, да, о нас. И вот, когда мы позволим Богу, да, воплотить эти мечты, да, вот мы тоже возрадуемся, и Бог скажет, хорошо весьма. Вот если мы не будем препятствовать Ему, да, Он сможет воплотить этот план о каждом из нас, потому что у Него тоже есть план в мыслях Его, который мы не знаем, о каждом из нас, о нашей жизни, да, вот пусть вот Он сделает то, что хочет в нашей жизни, и мы будем радоваться, и Он скажет, хорошо весьма, слава Богу. Да, Он выведет этот свет в нас, да, ну, у нас, ну, в нас, и будет любоваться, рассматривать, обозревать. Свет Его воли. А? Печать. Свет Его воли, свет Его желаний. Да. И в конце концов печать, нечего добавить и нечего убавить, всё совершенно, как, в принципе, в нём. Аминь. И вот здесь однокоренные видения, видеть, зеркало. Вот такие однокоренные слова. Вот это слово увидел. То есть свет, что Он хорош. Слово что ещё по-другому означает да, истина, вот чтобы Я выбрала. да, истина. Хорош. Да? Хороший, благой, счастливый, полезный, приятный, прекрасный, красивый, добрый. Вот хороший, это добрый. Это всё одно, это слово, это же всё означает. Добрый, благой, красивый, прекрасный, благополучный. Ну, благополучный тут уже как бы более земное, да? счастливый, полезный, приятный, желаемый. Ну, и однокоренное благо быть хорошим. Ну, как отражение его, да? Быть хорошим. То есть, хороший свет, он хорош, он благой. да, истина, свет, да, истина, он хорош, он благой, он благо, он счастье, приятный, красивый, прекрасный, добрый. Ну, да, вот тут как бы мы не видим, что Бог восхищался как бы тьмою, да? Он восхищался именно днём. ну, то есть, это, вот что я вижу, то, что здесь должна быть разница между светом и тьмой, да? То есть, положил вот эту вот границу, то есть, когда отделил свет от тьмы. И нам оно стало понятно. И мы тоже теперь понимаем, что такое свет, что такое тьма, да? Да, да, и то, что нам понятно, и то, что, ну, все небожители увидели это. Потому что, ну, далее мы можем наблюдать, что там тьма не объяла свет. То есть, видимо, какое-то тоже противление было, что ли. Но это мы дальше рассмотрим, это, да, это вот Иисус Христос, вот Он пришел, это прообраз, да, как на эту землю. Вот еще тьма его не объялась. На память приходит местописание, что вот когда о рождении Христа, да, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Тоже вот осветит. Иисус Христос, Он есть свет. Да. Да. И славу Отца видно в Нем. Увидели в Нем. Невидимого Бога, невидимую славу увидели в Иисусе Христе. Вот так Он явил, как бы, да, нам. Свет еще, светильник, ноги твои, это заповеди, да? Угу. Тоже. Слово. 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 Тоже все со светом, это все связано. Слово Иисуса, слово, которое нам написано, это нам свет, это нам светильник. Вот кто хочет, тот видит этот свет и радуется этому свету. А кто не хочет, тот отвергает этот свет. Да. Да, помните, вот народ Божий в Египте, как повсеместно была тьма, а в домах народа Божьего был свет. Угу. Да. И тьма не объяла его, да? То есть суды Божьи были, а у народа свет, то есть Христос. Это то же самое, как эти друзья Давида были брошены в печь, а с ними был Христос. Слава Господу. То есть суд Божий вроде как, да? А с народом Христос. Не Давида, Даниила. А я что сказала? Даниила, Давида ты сказала. Ой, Даниила, да, простите, простите, простите. Друзья Даниила, да, они же брошены в огонь, и там был Христос с ними. Да, в огонь были. Тоже, как суд, да, но им, но они не пострадали. Так же, как и народ в Египте, да? Везде тьма была, а у них был свет. Вот это всё про образ, когда Христос с нами, вот что с нами происходит. Это сила, вот это, вот это всемогущий Бог, когда Он с нами, что нам бояться, да? Так же вот и написано же далее. Если Бог со мной, кто против меня? Да, такой Бог. Вот Он и хочет нам открыться, как всемогущий. Это же часть, это же Евангелие, вечное Евангелие. Бог отделяет свет от тьмы не только Он тогда, первый раз, когда отделил, это просто то же самое делает Он и в нашей жизни. То есть, мне кажется, надо вот эту всю историю бытия надо перекладывать на работу Божьей, которую Он делает сейчас, той же творческой силой, только в нас, вокруг нас, да. Господь отделяет свет от тьмы в нашем сознании, потому что наше сознание, когда мы согрешили, омрачилось очень сильно, и тьма появилась. И поэтому только один Бог, как когда-то Он сказал, отделил, да, свет от тьмы. Вот то же самое Он делает, поскольку Бог есть свет, да, и Он отделяет свет от тьмы в нашем сознании тоже. То есть, свет входит, и тьма покидает нас, да. Поэтому очень важно принимать свет, который нам Господь открывает, то же самое есть третьего ангела, поскольку это свет для нашего времени. И Он уберёт всю ту тьму, которая вот сейчас у людей там в головах, которая мешает Богу воцариться в сознании человека. Спасибо. Оно даже не уберёт, просто когда свет загорается, просто тьмы нет, просто её нет. Да, тьма уходит, потому что свет приходит, ну как бы оно само по себе получается так. Сила, это вот такая мудрость Божия. Это же вот как раз оно вот и в творении, да. Что вот так и будет. Вот так Он сотворил, так и будет. Это вот Его сила. И в нас должен возрасти Христос, написано, мы должны возрастать до полного дня. То есть, когда уже ярко свет светит, да. Это вот как раз уже ум обновлённый, да. Ум Христов. Это в совершенстве, когда Бог владеет человеком. Это уже в совершенстве исполняется принцип не явно Христос. Уже не меня там видно, это уже видно Бога полностью уже. Он мыслит мозгами, Его эмоции и всё. И как Элена Ваид говорила, что если мы не будем противиться, то Он настолько соединится с нами, да, что, исполняя Его волю, мы будем исполнять её как свои собственные желания. Вот когда мы как свои желания уже начинаем исполнять Божью волю, да, это вот уже, да, это вот она, работа Бога. Ну, мы же прирастаем к Богу, да, как вырастает этот черенок в лозу, да. То есть мы постепенно, Господь наделяет нас своими желаниями, Его желаниями вместо наших. И это вот как раз работа первосвященника по отделению света от тьмы. Он отделяет, ежесекундно открывается истина и меняется мышление человека. То есть своё что-то уходит, и человек обменивает своё мнение на Божье. И вот так вот происходит замена. И вот так постепенно, и пока да полностью, пока полностью Господь не, ну как, не заменит наши мысли на Его. Ну, вот так будем говорить. Наше представление о чём-либо на Его. И тогда уже Он сможет через нас работать уже как через, ну, полностью согласных с Ним людей, единомышленников. Потому что написано, пойдут ли двое, не сговорившись, да. То есть мы должны сговориться, Господи, пойдите и рассудим, да. И вот Он хочет так с нами, вот через эту весть вот так поговорить и полностью очистить мышление, примирить мышление с Ним, да. И тогда Он же сможет беспрепятственно быть видимым через нас. Вот ничто не будет мешать. Программа там Божья будет уже в голове. Каковы мысли душа человека, таков и Он. В немецком языке есть такое высказывание «фескламер». Это обозначает, что прикрепиться намертво, как припаяться. Не бояться. Да. Да, да. Это то же самое слово, что прилепился, Господь. Душа моя прилепилась к тебе, вот Он говорит, да. То есть прилепился. Это именно по отношению к Богу. А поскольку брак – это про образ отношений, да, с Богом, то, соответственно, прилепиться, да, ну, то есть к жене там, да. То есть получается, мы как творение должны прилепиться к Творцу. Мы должны как вот склеиться с Ним в одно там, вообще прилепиться к Нему. Намертво, да. Да, потому что, чтобы даже смерть не могла нас от Него отлепить. Такой клей, который скрепляет так, что ничто уже нет. Даже не только клей, да, это больше на сварку похоже, да, когда прям вот срастаются в одно. И отец одно, да, он сказал, это и так должно быть и у нас с Ним одно. Да. Слава Богу. Отделил Бог. Бог – это тоже слово, которое мы уже изучили. Свет тоже. И вот от тьмы. Вот это слово от, оно означает промежуток, между, означает крепость, дом. И вот смотрите, оно ещё что означает? Однокоренное. Наставник, разум, разумение, промежуток, разумение и понимать. Вот это от однокоренное понимать, разумение и разум, и наставник. То есть отделять от света тьмы, вот это в этом слове вот заложено и наставник, разум, разумение и понимать, что из мрака, мрак – это прообраз сердца чёрствого, что из мрака Господь выводит росток. Вот из мрака выводит росток. Но ещё, как говорится, Бог любит обитать во мраке. О, любит. Тут надо как бы немножко понять то, что Бог не любит обитать во мраке в плане греха, да, Бог не любит обитать в грехе, ему это не нравится. Здесь в данном случае мрак, вот где Бог любит обитать во мраке, там немножко другой смысл, оттенок другой. Там смысл такой, что у Бога очень много тайн, которые нам непонятны, они как мрак для нас. Ну, то есть мы не понимаем, мы не знаем, как там он действует и всё, да. И то есть Бог, он окружает себя тайной, да, как бы так будем говорить. Ну, не потому, что он не хочет открыть, потому, что он понимает, что мы творение и мы не можем вот так вот глубоко прям взять и постичь его, да, вот как. Для нас это тайна сокрытая, да, как бы, как в темноте, как будто, да, мы не знаем, мы не видим ясно там, что там происходит, да, какие у него планы там на будущее, да. И поэтому вот на самом деле мы идём, так доверяем просто, да, слепо идём, не зная там, что впереди будет, да, например. Просто доверяем Богу. Слепо будем так говорить, да. В общем, как будто идем во мраке, просто доверились тому, кто ведет, и все, не видя, куда идем. Поэтому Иисус любит, когда мы вот так Ему доверяем. То есть почему Он любит, такой смысл, что любит обитать во мраке. Иисус любит, когда мы доверяем Ему, даже когда мы не видим, куда идем. Елена Вайт, она написала, мы уже говорили с вами, не слепая вера, у нас было три темы в капельнице. Елена Вайт говорила, что слепое доверие Отцу, то есть вот это вхождение в неизвестность, но в доверие Богу, это признак сыновства. То есть это говорит о том, что мы дети Его, что мы настолько понимаем Его, настолько уверены в Его доброте, что мы не боимся идти даже туда, куда мы вообще не знаем, куда идем. Главное, чтобы Он нас вел. И неважно, куда мы идем вообще. Вот как в одной песне поется «Я не знаю этот путь, которым ты будешь идти, но я знаю того, кто будет тебя вести». Да, да. Мы тоже говорили про этот псалом. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, но я спокоен, путь мой знаешь ты». Вот это вот очень сильно. Вот это так и есть. Да, слава Богу. А еще можно так вот посмотреть. Любит обитать во мраке. Он любит грешника. Он любит грешника. И из даже самого черствового сердца он выводит вот росток. Росток — это вот Христос, это истина, это свет, это вот это отделение, это вот это возвышать. Свет возрос, Христос возрос в дерево. Вот, в дерево жизни. Я еще это вижу. Вот посмотрите, когда когда Иисус умирал на кресте, так, то Отец присутствовал рядом с ним. Он объял его, ну как, мраком, покрыл его. И вот получается, что Бог любит обитать во мраке. Это, опять же, проявление его любви внешнему человеку, чтобы не погубить его. Да, он скрыл себя, славу свою, и спустился ко кресту, как бы, ну, образно говоря. Сделал, видимо, ярко свою славу, но он скрыл себя, чтобы народ не умер, тот же, который около креста стоял. Потому что, если бы Отец явился в той славе, в какой он вообще есть, тут земля бы вся просто расплавилась бы просто из-за своих грехов. Потому что грех, он имеет свойство воспламеняться в присутствии Бога. И поэтому Бог просто вот отдел на себя вот это, как бы, какое-то такое покрывало, чтобы, как Моисей, он на лицо покрывало, да, одевал. Вот чтобы не, ну, просто чтобы присутствие Божие не попалило этих людей, которые распинали Христа. Настолько милосердие Божье такое, да, вообще это даже уму непостижимо, насколько он любит. А ещё можно вот тоже так посмотреть, что он скрыл себя, ну, как вот в Писании же написано, что фарисеи говорят, яви чудо своё, да, дай нам знамение, да, и мы уверуем, да, сойди со креста. То есть им нужно всё время было знамение. Если бы мы все увидели Бога, мы бы в Него поверили. А во мраке это мы должны поверить в невидимое. Во мраке это как бы нам невидимое. и мы вот уверовав в невидимое, потом он нам явно. Вот это вот то, что он сейчас, вот мы сейчас читаем, как он творил, это он из невидимого делает видимое, чтобы мы вот в этом в невидимом увидели его, как мрак для нас. Вот мы читаем и немножко там что-то для нас это, чуть-чуть просветление, познание приходит. И ему это нравится, что мы как бы разглядываем его, как бы из мрака выводим свет, даже мы получается, ну, Духом Святым, конечно. Вот, то есть какой-то свет нам открывается ещё и ещё, да? Вот так он скрылся, чтобы мы его искали, вот, потому что так бы все уверовали, и не нужно было бы вообще тогда смысл какой. Ну, когда видишь, это уже не является верой, да, а мы верою получаем. Вот именно проявляется в невидимом. Да, да, вот тут тоже интересно, это уже с мраком, да, связано вот это. Уверенность невидимом написана, вера, да, так и есть. Да, а мы только верою живы получается, да? Вот, поэтому вот мы должны, вот это и есть для нас жизнь. Праведной верой жив будет, так и есть точно. Да, вот, слава Господу. И назвал Бог свет днём, и тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И вот здесь слово, ну давайте вот это, последний стих разберём. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Вот получается из всего Он ещё вывел вот нам, да, вот ещё большее, да? Вот так вот всё. Опять же, вот в этих двух словах, да, Господь показывает нам, что опять, что это происходило не тысячи, не миллионы лет, а всего был один буквальный день. Аминь. Вот мы сейчас рассмотрели день, да, как из мрака нам осиял свет, и мы посмотрели, как невидимо, ну, мы ещё это не видим, но мы увидели, как Бог это делает, верою. И вот слово назвал, провозглашать, кричать, призывать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя, быть названным, быть призванным, быть созванным, быть зачитанным вслух. И ещё одно коренное, это собрание, звать, призываемый, и проповедь. Вот, и назвал Бог свет днём. То есть проповедь, как Бог назвал, сказал, да, то есть это вот как бы неотделимая проповедь, это вот назвал, сказал, дал имя. Как будто неотделимая проповедь, это не просто само по себе какое-то слово, оно вот оказывается вот здесь, вот оно исходит отсюда. У него есть начало. в Боге говорили. Провозгласил свету день, в темноте провозглашено ночь. Вот мы сейчас разобрали вот эти, размышляли над этими пятью стихами, и вот было бы хорошо сделать нам как вывод, как итог из-за всего этого, какую здесь главную мысль Бог вложил в этих стихах для нас сегодня. 73-16 салон. Прочитать можно еще? Ага. Твой день и твоя ночь ты установил светило и солнце. Твой день, твоя ночь, все его, аминь. Да, все его. 2 Коринфянам 4-6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И Псалом 32-69 Словом Господа содворены небеса и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Аминь. Аминь. Вот и итог всего. Я чистила слова. Да, я вот вывод такой коротенький бы. Вот, что Господь нам показал себя всемогущим Творцом, что все в нем. Он показал свою силу, свою силу Слова, и показал нам свою любовь. Он любит обитать во мраке, то есть Он любит все скрывать и обитать в этом, чтобы мы разглядывали, чтобы мы, вот вера наша росла, чтобы мы разглядывали, искали, копали это сокровище. ему это нравится. Это просто по-простому. В общем, Он нам показывает себя всемогущим Творцом, чтобы мы знали, кто наш Бог, что Он Творец. Вот получается, когда, извини, что перебил, получается, когда мы копаем, да, если просто так лежит, ну, вот лежит на поверхности, взяли, но когда копаем и находим, то оно это приобретает для нас наибольшую ценность. Мы ценим это больше. Вот. И этого же хочет, чтобы у нас было и с Богом такие взаимоотношения, вот с этими откровениями, которые Он нам открывает через то, что мы и этот копаем, познаём, Слово изучаем и получаем от Него откровения. И нас это радует. Да. Аминь. Да, Дед, мы имеем искупление во Христе, потому что в Нём было создано всё. Таким образом мы видим, что сила искупления есть сила творения. наше искупление – это сила творения. Мы посмотрели вот сюда сегодня чуть-чуть, немного, и мы видим, какой силой его творения. Даже слова, которые здесь написаны, оно глубоко нам ещё приоткрывает силу его и могущество. И ещё приоткрывает нам то, что далее будет написано. А самое главное, я увидела в этом, это вот «да боится Господа вся земля». Это как раз весть первого ангела. То есть сначала вечное Евангелие говорится о вечном Евангелии. Вот мы разглядываем это вечное Евангелие, да? И «да боится Господа вся земля». Когда убоится, когда увидят этого Творца Всемогущего, вот этого невидимого, и убоится Господа вся земля, и трепещут пред Ним все живущие во Вселенной. Вот тут и про Землю, и во Вселенной говорится. Все трепещут пред Ним, ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Вот эта слава Его, она вот видна в этих даже пяти стихах. Везде видно Иисуса Христа, везде видно славу Бога Творца. Аминь. Видно Евангелию, да? Аминь. Видно Евангелие. Да, Евангелие тут и в Творении, и в Слове, и в нас. Да, и вот я хочу зачитать весь первого ангела. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом, вот начинается весь, «Убойте Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники Бога». Аминь. Мы знаем, кому поклоняемся. Аминь. Ну вот, когда вот мы читаем вот это слово «бояться», «убояться», то возникают у некоторых людей возникают проблемы, потому что в русском языке только существует одно слово «бояться». Это, то есть, страх, да? Но дело в том, что вот в немецком языке здесь два есть слова «angst», это животный страх, бояться, а есть «чурхтен», оно соотносится как обозначает как благоговеть, трепетать перед личностью, что там уже нету никакого страха. То есть, вот это другое значение, скорее, такое слово «благоговеть», «уважать», да? Уважать. Да-да-да. Это как бояться мужа, жена да боится мужа. Признавать авторитет над собой, признавать его как владыку над собой, своей волей, всем естеством своим, вот, признать это нужно, этот факт, владычество Бога, и покорить волю. Боже, значит, поклониться и убояться. Ну, да, как вот брат Юрген сказал, да. А ну, вот, например, вот этот, бояться, вот тоже, как и бойтесь родителей, да? Ну, как убояться? Ну, вот, например, и этот, что-то, боишься не то, что там родители там накажут или чё, а просто боишься, что что-то сделаешь не так и причинишь им этим какой-то вред или ещё что-то такое. Огорчение. Огорчение. Огорчишь, да, огорчишь их. Мне кажется, бояться родителей это тоже. Почтить авторитет родителя. Ну, да. признать его, признать его, как сказать, признать его разум над собой, да, ну, то есть, как бы, его авторитет, его мнение, да, почти. Ну, то есть, признать, что он прав, что он правее, чем я думаю, да, например, вот я там что-то хочу сделать, а мне родитель говорит, нет, не надо этого делать, да, и когда прислушиваешься, думаешь, ну, вообще-то он лучше знает, да, то есть, как бы, но мы же к Богу тоже так же, да, и должны относиться, то есть, мы должны понимать, что он-то лучше знает, как для меня лучше будет, да, потому что он родитель мой, ну, то есть, ну, такой смысл. И соглашаешься с его мнением, нежели со своим, да, например, его мнение признаёшь. Мне кажется, вот это вот и есть, убояться Бога, ну, почтить его волю и поставить её выше, ну, как бы, моей собственной, ну, такое вот, мне кажется, в таком плане убойтесь Бога. Признайте его владычество и руководство над собой, да, вот, разрешите ему управлять вами, признайте, что вы творение всего лишь, а он творец, и поэтому он имеет полное право управлять вами, а потому что он вас создал, там написано всё им, и мы для него созданы, вот, для того, чтобы он мог управлять, и радовать, мы, и вот это и даёт и покой, и радость, вот такой союз, вот, это для нас же лучше, как бы, ну. А вот есть ещё стих такой, страх Господень, начало премудрости, да, початок по-украински, начало премудрости, вот страх Господень, вот, что оно вот за собой несёт? Ну, страх Господень, это бояться, да, грешить, потому что, если мы грешим, мы огорчаем нашего Бога очень сильно, и причиняем Ему боль, да, вот это тоже, это слово за собой, такой смысл несёт. Ещё очень важный момент такой, причина, по которой мы, причина, по которой мы не должны грешить. Есть притча такая интересная, ну, немножечко, это пять секунд всего займёт, у женщины было три сына, и вот они пошли на улицу, вот она и три сына идут, и вот один, мама сказала, вон, в лужу не лезьте, там лужи были, и она говорит, в лужу не лезьте. И старший вообще не обратил внимания на эти слова, и просто пошёл и барахлался в этой луже, ему было хорошо, и всё. Средний подумал, хочу в лужу, но маму не хочу обижать, ну, не хочу делать больно, я её уважаю тогда, но мне так охота в эту лужу, ну, прям вот я, я так завидую этому брату моему, который сейчас в луже там ковыряется, но вот не пойду я туда, потому что маме не хочу больно сделать. А третий сын сказал, фу, какая противная эта лужа, я вообще туда не пойду, потому что она мне противна. И вот кто был настоящий, послушный в глазах мамы, вот кто был послушный, по-настоящему? Средний? Нет. Наверное, третий, последний. Конечно. Вот это вот и есть послушание. Когда мы хотим того, что хочет Иисус. Вот именно вот это Бог и говорит, что вы будете хотеть того, что хочет Иисус. Вот это рассчитывает, вот это вот как раз вот и рассматривается как настоящее послушание. То есть Бог хочет, чтобы мы приняли Его как как своё. Он говорит, всё моё, твоё, да? То есть Он хочет, чтобы, ну, вот как она же говорит, исполняя Его волю, вы будете исполнять её как свои собственные желания. Богу неинтересно, что вот мы любим грех, но мы отказываемся для того, чтобы только Богу не сделать там, ну, там как-то больно или потом что-то там, какие-то проблемы, чтобы не были после, да? Но мы хотим туда. И вот Бога не радует такое поклонение. Ему хочется, чтобы Он хотел через нас. То есть Ему нужен союз с нами. Ему нужны единомыслия. Ему нужно, чтобы, ну как, чтобы мы действительно стали одно. Вот как написано, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце, именно я желаю исполнить её. Я как вот, как своё собственное желание желаю. И таким образом Бог хочет передать нам своё. И вот там Иллина Майд говорит, когда, говорит, мы можем, когда мы общаемся с Богом, благодаря постоянному общению с Иисусом и познанию Его, мы начинаем ненавидеть грех. Вот ненависть к греху. У Бога ненависть к греху есть. И мы будем отказываться от греха, ненавидя грех. Не потому, что мы любим грех, но мы отказываемся, чтобы Богу больно там не сделать, или там последствия какие-то, чтобы не пошли нехорошие, да. А мы будем отказываться, ненавидя. То есть для нас это должно стать естественно. Почему Господь и говорит, что я сделаю вас причастниками божеского естества. То есть все, что естественно для Бога, будет естественно для вас. Это вот творческий акт, это называется пересотворить заново. Вот этой творческой силой, о которой мы сейчас изучаем, вот этой творческой силой Господь пересотворит нас. И это постепенно. То есть вот поэтому Елена Вайта пишет, да, вот в Великой Борьбе у нее есть такая глава, там, ну, разные у нее, во многих местах такие места есть, то, что раньше мы любили это, а теперь мы это ненавидим. Ну, то есть раньше мы что-то любили там, вот что, в чем мы там любили, ну, грехи какие-то, да, а теперь мы это стали ненавидеть. Почему? Потому что Бог поменял отношение к этому. Наше отношение забрал и свое дал вместо этого. И вот так вот он шаг за шагом, шаг за шагом он вот так вот делает, да. Ведь много-много грехов вот таких, да, ну, то есть много каких-то таких вот то, что мы раньше любили, оно отваливается. И на место них приходит Божье. И это очень много. Например, раньше человек любил смотреть телевизор, там всякую вот это вот, что там, да, а теперь ненавидит он это, потому что ему не нравится уже теперь. Он не заставляет себя не смотреть, но очень хочет, да, но не может, потому что Богу не хочу сделать больно там, или там последствия там нехорошие пойдут, да. Нет, вот Бога не радует такое вынужденное подчинение, да. Богу радует, когда человек принимает вот это Божье отношение к этому, да, и он получает как даром, да, вот это отношение вот к этому греху, да. И это Бог уже посылает ему вот эти вот чувства или как бы вот эти вот это мнение относительно этого греха. И уже человек вот именно так и относится, вот как Бог к этому относится. И уже человек не смотрит не потому, что хочет и нельзя, а потому что не хочет смотреть. Вот он не смотрит, потому что ему противно. Вот к такой перемене Бог нас ведёт. не насилие над волей должно быть, а воля в одно должна слиться с Богом. Прямо вот мы соединиться должны. Вот это вот и есть праведность по вере. То есть мы опираемся на Божью праведность, и она становится нашей. Вот такой смысл. Это везде написано, у Илены Уайт написано, и в Библии это есть. То есть это цель, для которой мы были созданы, но и для которой Христос умирал на кресте. Потому что Он хотел вот эту перемену. Свет. Свет, это есть свет в нас. То есть был мрак, отделил Бог. Вот как Он здесь отделил, так в нас отделяет, и происходит свобода. Это сверхъестественно. Ты уже не хочешь этого делать. Да, это естественно. Да, да. Потому что, когда ты себя заставляешь, ты раб. Ну то есть ты чужую волю выполняешь, не свою. Почему Господь говорит, вот Валтер Вайс, я помню, проповедь была у него интересная, он сказал, что в переводе короля Иакова, ну вот та Библия, которую они читают за границей, там, да, вот на английском языке, там, говорит, вообще нет такого понятия, как раб Божий. Там есть слуга Божий, или как бы сын Божий, да. Ну то есть Бог не называет нас рабами. Он хочет, чтобы мы хотели, вот как Он хочет, а не просто вот он заставляет, а мы делаем, да. Ну то есть это раб. Раб, он не соединён с волей Господина. Он просто выполняет вот чужую волю, да, но ему противно, он не хочет это делать, но ему надо это делать, ну потому что вот ну надо, но Господин его заставил это делать, да. А Бог говорит, мне не нравится вот это, я, говорит, не хочу так. Я хочу, чтобы мы с вами одинаково вымыслили, чтобы мы стали одно. Вот это вот и есть настоящее сыновство, вот это вот и есть праведность Христова. Это не... Можно сказать насчет раба? Да, да. Вот в древнем Израиле был такой закон, что когда господин имел раба, и раб, господин говорит, вот ты, говорит, хороший раб, я тебе даю вольную, да, можешь идти куда хочешь. Он говорит, нет, я люблю тебя, господин мой, и из этой любви я готов тебе служить как раб, по любви. Вот. Раб, он выполняет волю, и этот, как принудительно хочет он или не хочет, но когда человек любит какую-то личность, да, он это делает добровольно, и тоже как раб, он делает все. Да, но это раб уже такой свободный, да, как бы. свободный, по любви. Да, да, потому что раб не может решения какие-то принимать, правильно, а здесь, видите, он принял решение и остался в этом рабстве, и то есть, получается, он уже свободный человек, ну, то есть, как бы, он же добровольно пошел туда, остался у хозяина этого, да, люблю, говорит, тебя, и никуда от тебя не уйду. Это было решение человека самого, и поэтому его можно считать уже, ну, как, свободный человек уже. Получается, если это, если нам еще хочется вот какую-то лужу, это еще плотское проявляется, да? Алло. Вот, получается, точно так же, вот, Господь хочет вот, чтобы наше служение было к Нему по любви, вот, как раб принудительно служит Господину, а Господь хочет, чтобы мы служили Ему по любви, по любви. Я думаю, что здесь еще вот насчет Наталии, вот, то, что, да, аминь, по любви. А вот Наталья говорит про лужу. Дело в том, что у нас бывают просто мысли, ну, вот, мысли, которые мы захотим или нет, тут уже, как бы, вот этот выбор. И если мы выбираем, то, да, по-плоцки. А если мы не выбираем, то это как раз и, это как испытание. Испытание приходит, ты отверг, и уже победа. Ну, вот, свет. И мне вспомнилось местописание. Ну, когда, когда любишь, любишь, ты, ты делаешь на полном автомате это, произвольно, добровольно делаешь. тут никакого принуждения нету. Наверное, любовь соединяет. Соединяет, и ты уже как одно, правда. Ну, если Бог этого не делает, то и ты не делаешь. То есть, это как соединение. Кстати, вот поэтому и написано несравненное очарование Иисуса, да, потому что, если мы очарованы Христом, то всё его уже желанно, и мы уже не как рабы, а как вот, ну вот, как свободно и добровольно поклонившись и покорившись, потому что кто кем очарован, тот тому и поклоняется. Ну, то есть, как бы, такой смысл. Мне ещё местописание пришло сейчас, вспомнилось, это «Если вы ходите во свете, то имеете общение, и кровь Христа омывает вас». То есть, мы понимаем, что места из Писания есть, что нам нужно исповедоваться, что нам нужно покаяться, да, вот. Кровь Христа нас омывает, то есть, этот исповеданный грех. А здесь вот во свете, если вы во свете, то имеете общение, то есть, если не во свете, то и нет общения, разделение идёт, да. И вот, когда вот во свете имеете общение, то кровь Христа омывает, то есть, это происходит, вот это творческая сила Божья. Он очищает, омывает, вот мы сейчас в общении, а Господь нас очищает, омывает кровью своей. И в какой-то момент произойдёт, что мы даже про эту лужу грязную и не вспомним. вот эти вот пять стихов, над которыми мы сегодня размышляли, да, какой для нас здесь призыв и вызов, вызов в этих текстах. Вот я вывод сделала. Может, ещё кто? да, это так. Когда Господь нас действительно, мы дадим Ему правого царица вот в нас, это будет естественно всё. Его воля, это наша будет воля во всём. да. Но вызов вот я, например, здесь вижу, что Господь показывает себя, показывает свою силу и радуется, когда мы, когда нам открыт этот свет, когда мы рассматриваем его, любуемся, радуемся, хвастаемся, как вот сегодня были переводы, да, слова, лицом к лицу. Мы же сейчас прям как будто лицом к лицу вот наблюдали за ним, как он это делал, невидимо, ну, невидимо веруя смотрели, как бы духовными глазами. И вот вызов такой вот, чтобы мы, чтобы мы, ну, как это сказать, понимали, в кого мы уверовали, не в церковь, не имя нас возвышает, а Бог, вот этот Творец. Личность, да. Творец Бог, вот Он силён, и Он меня спасёт, Его сила во мне меня спасёт от греха, то есть освободит, ну, и вот это отделит вот этот свет, и будет свет. Вот, это Он сделает, Он как бы показывает, что я могу довериться, вот, что Он силён. Как вот Он сотворил всё из ничего, так Он вот и из нашей тьмы сотворит себе подобное, то есть вернёт нам подобие это, пересотворит нас. Вот, вызов такой, и чтобы мы, и вот эта весть трёхангельская, я здесь её чётко вот вижу, вот это Евангелие, и убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. То есть суд Его наступил, что мы сделали с тем, что Он нам открыл? Что мы сделали с этим светом, который Он нам открыл? Что мы сделали со Христом, которого Он нам дал? И что мы сделали с этой вестью, которая нам открылась? Вот суд. По сути, суд это справедливо, и вот оно как раз и приводит к заключению, что да, свет хорош, а тьма это ночь. Ну вот так. Ну что вот это творческое... Я такого же мнения. Да, что вот это творческое... Да, аминь. Слава Богу. И вот что вот эта творческая сила, это есть сила искупления в нас. Вот когда мы уже в эту лужу не захотим даже смотреть. Это сила искупления, это Его сила, вот она, творческая. Но нам нужно куда смотреть? Вот мы сегодня куда смотрели, да? На невидимое, то есть на Бога, да, который видимый нам становится. Вот как бы разглядывать, когда мы разглядываем, Он нам видимый уже. Вот туда и смотреть. Расглядываем Его Слово, Его творение, Его действия, силу в нас, в других. Слава Господу. Взирая на Него, мы преображаемся в Него. Аминь. И вера растёт. От веры в веру же у нас сила Божья, да, прогрессирует. Отчего рождается вера? А? Отчего в нас рождается вера? Я говорю, от слышания, да, Аминь. От слышания Слова Божьего. Я как раз это сейчас говорила. От слышания Слова Божьего. Вот мы сегодня разглядывали, слышали, слушали. Ну, если люди как слушают, если люди читают Слово, но они опять же не принимают его, значит, существует какой-то другой фактор, который в нас зарождает миру. Но тут, я думаю, как раз проявляется это вера или нет. У нас же вот нам же написано, что есть вера бесовская, а есть вера вот, вера Иисуса Христа. Ну, оно как-то, оно же и этот поэтапно, пошагово происходит и в этот. Сначала вот этот, слышание, чтение, да, потом ещё кое-что, а потом только вера. Ну, если судить по тому, например, как меня Бог коснулся, то я услышала Евангелие, ну, что Иисус для меня сделал, и оно как бы во мне сидело, а потом пришёл момент, когда оно во мне вот как бы сильно засияло, и я вот к Господу обратилась. Вот получается, когда вот мы с каким-то человеком знакомимся, да, мы общаемся с ним, с этим человеком, а потом на каком этапе мы начинаем верить этому человеку? трудно, но когда происходит что-то, трудности какие-то? Ну, это доверие, это доверие. Когда мы узнаём человека, когда мы узнаём его близко, да, тогда мы начинаем ему доверять, а когда мы доверяем, мы начинаем ему верить. Да. Точно так же и со Словом Божьим. Мы слышим его, читаем его, сравниваем, начинаем доверять этому Слову, а потом только у нас зарождается вера. Да. Потому что оно идёт всё поэтапно, одно через другое не может перепрыгнуть. Это как вот сегодня Господь показывал, что Он сначала материал сотворил, из этого выводил всё, выводит, выводит, то есть получается у него какой-то постоянный процесс вот этот. Конечно. тут же и обрезание. Обрезает, говорит, что больше приносило плода, то есть ещё больше веровать, ещё больше уповать, ещё больше опираться на Слово Божие, на живое. Вот оно живое и действенное сегодня, когда ты реально видишь Бога, какой Он, и при этом не умираешь. Потому что без доверия вера никак не может зародиться. Потому что на первом шаге идёт доверие. Если человеку не доверяешь, верить ему никогда не будешь. Поэтому мы верим Богу на слово. А почему? Потому что нам Его Слово открылось. Он нам открылся в Слове. Дух Божий в нас просветил умы. Ой, Господь иногда в таких мелочах открывается, просто удивляешься Его заботе. Аминь. Какой Он, да? Славный. Какой Он удивительный Бог и всемогущий. Да. Какого Бога мы уверовали? Какой Бог? И вот такой Бог Он любит пребывать с нами. Боже наш, благодарим Тебя за это благоприятное время, которое Ты удерживаешь, за эти встречи, что Ты организовываешь и побуждаешь нас пребывать в Слове Твоем. Ты влюбляешь нас, Господи, в Себя, в Слово Твое, нашего Господа и Спасителя. Вот Ты нам показываешь, что Он нас соединил нас с Тобою, Господи, за Духа Твоего Святого благодарим, который ведет нас этими земными дорогами. Господь, побеждайся в нас, как и Ты победил, когда был на этой земле, в этой плоти, что мы. Побеждайся в нас и делай нас победителями для славы Твоей. Ради имени Своего Святого, Господи, делай это в нас. А нас сделай верным орудием труда в Твоих руках, используй для славы Твоей. И так хочется, Господи, каждой клеточкой разума и тела отображать Тебя, Твой свет, Твой характер. Господь, Господь, отраду отраду от лица Твоего, чтобы совершено было дело Твое на этой земле, Господи, чтобы много-много премного были спасенных и воздали Тебе честь, славу, как отцу, так сыну и духу святому. Аминь. 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 Дорогой Бог наш, дворец, жизнь наша, Ты всё для нас. Слава Тебе, Господи! Спасибо Тебе за Духа Святого, за Слово, что Ты трудишься в нас, творишь в нас, Ты не прекращаешь творить в нас. Господи, спасибо Тебе, Господи, что Ты показываешь нам Твою силу творческую, какой Ты Твою любовь показываешь, заботу. Ты обращаешь взор на Тебя, чтобы мы на Тебя смотрели, и чтобы мы хвалились Тобой, радовались о Тебе, чтобы мы хвастались Тобой, чтобы мы не собою хвастались, не церковью, не ещё чем-то, а Тобою, и чтобы сила была видна Твоя в нас, Господи, ибо это сила любви Твоей. Когда мы Тебя полюбим, как это, эта сила любви, она всё сотворит в нас, Твоя, ну, Твоя сила, она всё сотворит в нас. Ты хочешь, чтобы мы полюбили Тебя, какой Ты есть. Да прославится имя Твое, Господи, в сердцах наших, в собраниях наших, в домах наших, да светится имя Твое, Господи, и по всей земле, и да будет эта весть первого ангела провозглашена во славу Твою, и исполнится воля Твоя на всей земле, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.